Самый редкий день в году, 29 февраля, официально носит статус Международного дня редких заболеваний. Такие заболевания есть в каждой области медицины, и примерно 80% из них имеют генетическую природу. В нашей студии врач-генетик Дмитрий Дрозд, Дмитрий Борисович. Добрый день. Здравствуйте. Хочется начать с основ. Правда ли, что риск рождения ребенка с врожденной или с наследственной патологией, он есть у каждой беременной женщины? Да, такой риск есть у каждой беременной женщины. Он называется общепопуляционным. Общепопуляционным или среднепопуляционным. Это некая изолиния. Примерно 4-5% всех новорожденных детей имеют те или иные врожденные, либо наследственные состояния, заболевания. Это статистика. Это общая статистика. Среди них есть более легкие формы какие-то, есть тяжелые. Конечно. Это уже предмет специальных классификаций медицинских, согласно которых по степени тяжести мы можем классифицировать врожденную либо наследственную патологию условно на три группы. Первая группа – это фактически инкурабельные, то есть не поддающиеся никакому лечению и фактически либо несовместимые с жизнью, либо практически несовместимые с жизнью, так называемые летальные, либо сублетальные аномалии. Очень тяжелые нарушения, в отношении которых даже ни медицина, ни какая другая социальная помощь ничего не может решить. Я не буду перечислять, какие это заболевания, чем они проявляются. Ну, для примера, хотя бы одно назовите. Ну, для примера, есть, допустим, такое заболевание, врожденный порог развития, как аненцефалия, отсутствие головного мозга. Теоретически, даже теоретически, медицина ничего не может предложить в этом плане. Ни пересадку мозга, пересадку головы, ничего. То есть это порог, по сути дела, несовместимых с жизнью. Ну, для примера, вторая группа аномалий, которые имеют средне-тяжелое течение, то есть практически всегда они диктуют необходимость медицинской помощи, поддержки такого пациента. Ему требуется либо операция серьезная, либо дорогостоящее и длительное лечение. На протяжении всей жизни, наверное. Подчас на протяжении либо всей жизни, либо, ну, хотя бы на протяжении детства. Это, допустим, справедливо в отношении некоторых метаболических дефектов. То есть болезни обмена веществ. Есть некоторые болезни обмена веществ, которые достаточно полечить в детстве, чтобы к взрослому возрасту, ну, более или менее хороший результат был, чтобы человек был адаптирован, он получил работу, вот, мог даже создать семью, иметь детей. В общем, научился с этим развить. Да, 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 да. Как и со многими хроническими заболеваниями, которые мы уже, ну, не привыкли считать какой-то там бедой. Да, сахарный диабет, эпилепсия и тому подобное. Вот. А основная масса все-таки врожденных, да, аномалий, не обязательно наследственных, но будем говорить, допустим, о врожденных, да, то есть имеющихся на момент рождения, они, ну, слава богу, имеют легкое течение. Вот. По сути дела, это как малая аномалия развития, которая есть у нас у всех. У кого-то там мочка уха не так красиво приросла, как могла бы быть. У кого-то там зинчик кривой, вот. У кого-то там была какая-то косолапость в детстве, ее очень успешно ортопеды вылечили, ну, и тому подобное. В общем, это можно назвать особенностью человека такой. Сейчас уже принято, да, с учетом вот такой политкорректности называть это особенностью. Ну, вот, кстати, да, вот по наследству, к сожалению, могут передаваться не только какие-то внешние признаки, но и заболевания, мы уже сказали, и сбои в генах предков приводят в итоге к последствиям в потомстве. Вот какие самые распространенные, известные из них, которых мы часто слышим, но все еще есть какие-то вот, может быть, недопонимания. Например, синдром Дауна, да, часто мы слышим об этом и о том, что рождаются такие дети у здоровых, в принципе, женщин, да. Ну, вот этот вот, это предрассудок или нет, что зависит риск рождения ребенка синдрома Дауна от возраста матери. Чем старше женщина, тем выше риски. Такая закономерность есть, она обнаружена и хорошо изучена, продолжается изучение этого вопроса, действительно. Риск, именно вероятность рождения ребенка с такой хромосомной патологией, как трисомия по 21-й хромосоме, или болезнь Дауна, синдром Дауна, это все синонимы, синонимичные понятия. Она зависит от возраста у женщины на момент зачатия. У нас возраст, когда женщину называют старородящим, все меняется очень. Для вас старородящая или женщина, которая уже рискует родить ребенка с синдромом Дауна, это сколько лет ей должно быть? Риск, как мы сказали изначально, он присущ любой женщине. Есть на то определенные биологические закономерности, которые лежат в основе, в событийной основе вот этого явления. Есть понятие мутационного груза. Это спонтанные генетические поломки, которые мы не в силах регулировать, они возникают в фоновом режиме. Ну, они могут быть обусловлены, как вот мы говорим, допустим, экология плохая, вспышки где-то на солнце. Еда искусственная. Магнитные бури, все что угодно. То, что постепенно, медленно накапливается мутационный груз, он может затронуть любого. И мужчину, и женщину, да, то есть и в мужских половых клетках, сперматозоидах, и в женских яйцеклетках тоже могут в спонтанном фоновом режиме происходить поломки, которые уходят в потомство. Просто возраст, да, тема, которую мы затронули, да, биологические часы накладывает на это прямой отпечаток. Ну, у мужчин в меньшей степени принято считать. Там есть определенная, в том числе и количественная составляющая, да, а у женщины созревает всего одна яйцеклетка, ну, как правило, да, в цикл. И все, что в ней случается, все и уходит в потомство, да, из одной. Да, опять вся ответственность на женщине. Да, вся ответственность на женщине. С возрастом, да, просто принято считать, что чаще происходит нерасхождение хромосом. Оно может случиться, конечно, в теории у любого человека, и в 19, и в 20, и в 25 лет. Но если мы возьмем в 45 лет, то, ну, скажем так, эта вероятность будет в 100 раз выше, чем в 20. Вот примерно так. Ну, вы говорите, по моему мнению, что считать вот именно каким-то, так скажем, возрастным, да, цензом. Ну, наше же мнение, оно все равно какими-то нормативно-распорядительными документами. Пускай это будет ваше субъективное мнение. Да, регламентированное, ну, принято считать вот традиционно, традиционно в очень хорошем приказе о совершенствовании, да, медико-генетической помощи. Он еще в 1993 году вышел. Там написано 39 лет и старше. 39 лет и старше. Есть такое, на самом деле, очень тяжелое заболевание, муковисцидоз. О нем часто в последнее время, тем более, говорят, и у нас в России. Что по нему скажете? Просто я знаю, что вот средняя продолжительность жизни больных этим заболеванием в Европе 40 лет, Канада, США 48, у нас 30. Почему так? Сильно зависит вот эта продолжительность жизни даже не столько от биологических, сколько от социальных факторов. Поэтому такое заболевание, как муковисцидоз, оно, безусловно, тяжелое. Есть различные формы. Есть формы, вот как мы вначале коснулись немножко, вот этой классификации, да, по степени тяжести, есть формы крайне тяжелые, приводящие к неблагоприятному исходу уже очень-очень-очень-очень рано. Формы внутриутробные, по сути дела, вот, меканиальный иллюз, она называется. То есть, когда ребенок по утробе умирает уже? Может даже случиться и так. Вот, очень тяжелые формы. Формы есть легочные, чисто легочные этого заболевания, когда поражаются только лишь органы дыхания. Вот, есть чистые кишечные, они встречаются реже, но в основном преобладает форма смешанная, когда есть и кишечные проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, и со стороны легких. То есть, по сути дела, со стороны легких мы имеем дело при муковисцидозе с хронической пневмонией. С хроническим воспалением легких. То есть, это не лечится? Сколько историй, когда кульмонологу туда-сюда? Это лечится, но не излечивается до конца, потому что в основе этого нарушения дефект в каждой клеточке, в каждой даже клеточной поре, в клеточной мембране есть дефектик натриехлорного канала, трансмембранный регулятор, тот, который регулирует поток ионов хлора, поддерживает нормальный поток ионов хлора, чтобы мокрота не густела у человека, чтобы кишечный секрет, пищеварительные соки тоже не густели. Это постоянная терапия? Это постоянная терапия. При этом дорогостоящая? Дорогостоящая терапия, постоянная терапия, поэтому муковисцидоз и был внесен в перечень орфанных заболеваний, чтобы улучшить помощь, чтобы, по сути дела, такие пациенты получали адресную поддержку, чтобы не просто мы действовали на уровне биологии, а чтобы мы действовали на уровне, скажем так, социума. Вы занимаетесь дородовой диагностикой. Скажите, как часто получается диагностировать патологию уже в периоде внутриутробного развития ребенка? Это именно та диагностика, которая позволяет еще внутриутробно, во-первых, сформировать группу риска, если мы ведем массовую диагностику, скрининг так называемый, а также разобраться с диагнозом внутри уже группы риска, если мы проводим уточняющую, дефинитивную, окончательную диагностику. То есть либо отвергаем диагноз, либо подтверждаем этот диагноз. Как часто? Ну, смотря о какой мы патологии говорим. А вот тут хочу уточнить. То там своя частота, мы уже с вами говорили, что хромосомные болезни едва ли не самые частые из всех наследственных болезней, которые встречаются. Если мы говорим о патологии генов, о моногенной патологии, то, конечно, это бывает редко, потому что сами заболевания, ну, по сути, вот орфанные или редкие заболевания, они встречаются очень редко, имеют очень небольшую популяционную частоту. Тогда вопрос такой, а любую ли патологию можно выявить путем скрининга? Если знать, какую скринируемую патологию, ведь как попадает та или иная патология именно в группу скринируемых заболеваний, должна быть высокая популяционная частота. Потому что болезни с частотой, например, 1 на миллион скринировать бессмысленно. Слишком много сил и средств уйдет на скрининг, а мы имеем, допустим, территорию с рождаемостью 10 тысяч детей в год. То есть, получается, самые часто встречаемые патологии? Да, мы будем 100 лет ждать возникновения, скажем так, этого заболевания. Будем 100 лет работать в холостую. А кто заказывает музыку? Это же налогоплательщики, правильно? За счет кого эти отчисления? Мы программа скринирующая, работают лаборатории, врачи, персонал. Вот это вот все. В отношении частых заболеваний, да, программы скрининга существуют. Скрининг на хромосомные распространенные заболевания ведется. Вероятно, речь об эффективности программ скрининга. В идеале мы должны стремиться к цифре 95-97%. А получается как? Ну, как получается, это надо обратиться, конечно, к отчетам, к специализированным отчетам отраслевым. Давайте к вашим подсчетам обратимся. Ну, вы знаете, если делать все правильно и внимательно, то примерно на такую цифру можно и выйти. 80% это уже очень хорошо, я думаю, так. В плане, ну, именно дородовой диагностики. Вот, кстати, насчет скрининга. Он, безусловно, необходим, чтобы исключить, да, возможные заболевания будущего ребенка. Многие женщины, на самом деле, до сих пор боятся этого самого скрининга, потому что методики разные. Боятся навредить будущему ребенку. Стоит ли бояться? Вообще, какие методики сейчас? Безопасны ли они? Ну, то, что будущие мамы боятся, ну, это уже говорит, знаете, о чем? Во-первых, то, что скрининг этот, он очень плотно вошел в нашу жизнь. Ну, это хорошо ведь. С одной стороны, да, это, конечно, хорошо. Вот, что действительно пациентов предупреждают о том, каковы могут быть последствия. Не просто так. Идите, сдайте кровь, например, на анализ какой-то. Вот. Им объясняют дальше, что может быть. То есть, зачем вы сдаёте кровь, им объясняют. Вы сдаёте кровь, чтобы понять, попадаете вы в группу высокого риска, например, по хромосомной патологии плода, или не попадаете. Вот для этого вы сдаёте кровь. Возникает второе вопрос, женщина спрашивает, а если я попадаю, что меня ждёт дальше? Ей объясняют. И боязнь вытекает именно отсюда. Дескать, я сдаю кровь, да, получается, что вдруг там находят что-то плохое, я попадаю в группу риска, со мной что будут делать? Мне будут, например, предлагать даже вот инвазивную пренатальную диагностику. Объясним, что такое инвазивная. Что такое инвазивная диагностика? Это проникновение внутрь организма женщины. То есть, это, по сути дела, прокол матки с забором проколоплодных ввод и клеток, в них содержащихся, либо клеток плаценты, либо клеток хориона. Хорионом называется плацента, которая ещё очень маленькая, молодая, на ранних сроках беременности. С последующим генетическим исследованием. Бояться именно этого прокола, именно этого вмешательства, потому что он, пусть и в небольшом проценте случаев, до 1% этот риск, но может повлечь за собой негативные последствия, привести к угрозе прерывания беременности, поставить её, так скажем, под сомнение. Процент небольшой, но он есть. Вот этого и боятся женщины. А какие альтернативы есть? Просто сидеть в неведении? Такую альтернативу у человека, конечно, никто не отнимет. Иной раз говорят, пусть я лучше буду в неведении, чем, допустим, со мной что-то будут делать. Правильно это, неправильно, но, наверное, всё-таки это решать семье. Ну а есть ведь неинвазивные способы диагностики? Есть и неинвазивные. Рассматривать их как стопроцентную альтернативу инвазивным методам всё-таки нельзя. Неэффективно бывает? Бывает неэффективно и то, и другое ведь. Мы не можем утверждать, что в 100% эффективна инвазивная пренатальная диагностика. Или же там в 100% эффективно неинвазивная дородовая диагностика. У каждого метода есть своя чувствительность, есть своя специфичность, есть ограничения того или иного метода. Мнение любого, так скажем, клинициста, который работает в области медико-генетического консультирования, вот в каждой ситуации сложной нужно решать вопрос индивидуально всё-таки. Нужно всегда учитывать мнение пациента. Нельзя применять директивное медико-генетическое консультирование. Нельзя говорить так, что я знаю как, дорогой товарищ пациент, тебе будет лучше. Дмитрий Борисович, вот вы говорите о том, что нужен, особенно в этом деле, индивидуальный подход, с каждым пациентом, пациенткой нужно разговаривать индивидуально, учитывая все условия, факторы. Но многих женщин пугает же ещё и тот факт, что в случае, если вдруг выявится какая-то сложная, тяжёлая патология у плода, то врач, естественно, предложит прерывать беременность. И вот здесь вот эта вот и этическая норма вопроса, какая-то внутренняя, как это избавиться от ребёнка, вот это ещё дилемма, наверное, останавливает прохождение такого анализа. Совершенно верно вы говорите, то есть это всегда где-то подразумевается, то есть, да, так сказать, два пишем, да, и два в уме. Когда вот человек идёт на скрининг, он вот эту последовательность, он всё равно себе выводит, что для чего мы в конце концов это делаем. А если вдруг, да? Да, если всё хорошо и замечательно, всё, все расстались, и вы нашего, мы ждём на свет появления здорового малыша. Вот. А если вдруг действительно всё пройдено, всё, что только можно пройдено, и все результаты всех тестов, которые, включая инвазивную, принотальную диагностику, говорят о том, что это, да, патология действительно, хромосомная патология с плохим прогнозом, вот, и что делать дальше, и перед семьёй встаёт, ну, на самом деле, очень сложный вопрос, очень сложный вопрос. Тут остаётся уповать только на то, что такого рода вещи должны решаться в семье. Не нужно давить. Вот врач не должен сказать, идите прерывайте, идите сохраняйте, например, да. Директивного консультирования быть не должно, должна семья определиться. И вот, ну, всё-таки, наверняка, если человек уже пошёл, сдал кровь на скрининг, сделал ультразвуковое исследование плода, да, вот, то он уже где-то мысленно, где-то у него какое-то решение, и решение всё-таки есть, частичка какого-то решения есть, что он будет делать в том или в ином случае. И попытаться вот эту частичку со стороны, так сказать, да, врачебного сообщества, либо, наоборот, раздуть и сказать, всё, здесь всё плохо, вот. Или же, да, наоборот, как-то её раздавить, сказать, да нет, тут всё хорошо, брось ты, не доверяй ни тому, ни другому, ни этому. Вот, это будет неправильно, решать должна семья. Учёный из Гарварда, Джордж Черч, разрабатывает сейчас приложение для ДНК-знакомств. То есть, людям просто предлагается выбрать из нескольких подходящих кандидатов тех, с кем нет общих рецессивных мутаций, да, правильно называется? То есть, у этих пар будет ничтожно мал риск рождения детей с наследственными заболеваниями. Вот, по-вашему, а вообще реально подобрать генетически идеального партнёра? Вот, обмануть природу, что называется? У них будет ничтожно мал риск появления потомства только с аутосомно-рецессивными заболеваниями. А в отношении других заболеваний, с другими типами наследования, либо с врождёнными наследственными заболеваниями других классов, то есть, с хромосомными, с полигенно-мультифакториальными врождёнными аномалиями, у них риск окажется точности такой же. Поэтому, ну, это обман такой, что называется, совсем небольшой такой природы. Полностью обмануть с помощью этого приложения природу не получится. Большое вам спасибо за беседу. Я напомню, что в нашей студии был гость, врач-генетик Дмитрий Дрозд. Дмитрий Борисович, ещё раз спасибо. Спасибо. Дмитрий Дрозд.